30 мая в Молодежном центре 20 культуры «Спартак» состоялся круглый стол с представителями правоохранительных органов по инициативе пресс-секретаря администрации Нажилы Абдулаева на тему «Обратная связь с общественностью в работе правоохранительных органов». В работе собрания приняли участие первый заместитель глава администрации Бадыр Ахмедов, председатель Совета ветеранов отдела МВД Зайбудин Амаров, председатель Общественной палаты Магомед Рассуша Эхмагомедов, директор телеканала «Гелиус» Джамал Тимирсултанов, а также председатели квартальных комитетов, начальники отделов и ведомств администрации. «Посредством средств массовой информации большая часть граждан получает необходимые сведения, вследствие чего, в том числе, взгляды, настроения, общественное влияние, поведение личности, социальное движение и общество в целом. Основополняющим вектором действий, действующей стратегии и взаимодействия правоопректированного власти со всеми является разработка и реализация принципов информирования на смене о состоянии правопрятка. Это объективность, оперативность, надежность, профилактика, реалитет частной жизни граждан, ориентированность на интересы личности, общества и государства в целом». На повестке дня значился вопрос взаимодействия с местными СМИ в плане освещения деятельности правоохранительных органов, а также вопросы своевременного информирования о ходе расследования резонансных преступлений на территории города. Рассматривая первый вопрос, исполняющий обязанности начальника полиции Арсен Хабила в своем выступлении затронул тему важности взаимодействия СМИ и правоохранительных органов, а также влияние социальных сетей в распространении информации. «Средства массовой информации, она в последнее время, раньше это газеты были, а сейчас очень актуально стало, и вы сами видите, любое маленькое происшествие хватает кому-то сфотографировать или снять, и все, она сразу реабилитает общественную резонанс. И получается, мало проблем, которые раньше можно было просто решить, решить. Нам приходится почти весь отдел по треноге поднимать, большие снискости, которые это привлекаем, для того, чтобы все это утихомирить. Народ, как вы говорите, блогеры и всякие провокаторы, умудряются из маленького муха сделать слона. То есть мы задерживаем преступника, а народ же не знает, что происходит. Кто-то выкликнет, вот беспредел со стороны сотрудников полиции, и все, началось хаос. И начинаются обсуждения, часовые там, и со всеми остальными моментами. Поэтому очень большое значение имеет для нас средства массовой информации. Очень большое, даже для любых, даже обычных правонарушениях, не считая уже резонансных преступлений, которые у нас совершаются. А по взаимодействию у нас со средствами массовой информации, а объемников этих нет, у нас есть сотрудник, который взаимодействует. Любые моменты, которые происходят в городе, даже иногда мы не успеваем своих людей подключить к какой-то теме. И сразу мы уже видим, у нас есть сотрудники, которые занимаются мониторингом интернет-сайта. Сразу уходит любой, например, несанкционированный митинг. Он сразу появляется, нам об этом сообщает, мы успеваем реагировать. Это, с одной стороны, для нас большой плюс. Заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Муслим Асланбеков отметил необходимость со стороны правоохранительных органов оперативного реагирования на любые события, происходящие в городе, которые могут волновать общество. Я немножко статистики приведу. Отмечен рост, положительный рост, положительная тенденция в освещении. В 2015 году на сайте администрации, в средствах массовой информации, в газете нашей городской, было в общей сложности опубликовано 120 материалов. В 2016 году эта цифра выросла до 182. Уже в 2017 году 239. Показатели такие, что вот все время наша работа, средства нашей массовой информации все время растет. Положительную тенденцию все это переводится. Это говорит и о работе пресс-секретаря, прежде всего, немалой работы. И пресс-службы МВД, и нашего Джамала, телеканал «Гелиус», и наша городская газета «Дружба». В общем, это очень такая слаженная работа. Нам удалось добиться хороших результатов. Но на достигнутом, я считаю, не стоит останавливаться. О своем взгляде на взаимодействие со средствами массовой информации рассказали исполняющие обязанности начальника инспекции ПДН по городу Хасавюрт Руслан Бугаев и инспектор по агитации и пропаганде ГИБДД по городу Хасавюрт Абдул Насыр Тавбиев. Любое изменение, любое происшествие в городе мы должны освещать. И, конечно, без денег нам будет тяжело это сделать. Поэтому взаимодействие у нас должно быть. И в предыдущем, думаю, у нас еще учатся эти взаимодействия. Любые происшествия, народные происшествия, проводимые операции, мы освещаем и изменения кодекса административного, также и других правов. Мы должны освещать, чтобы население знало. И, конечно, это должно быть в нашей системе. Поэтому... По вопросу информированности населения о проводимой работе участковых уполномоченных и взаимодействии с населением выступил заместитель начальника участковых уполномоченных полиции по городу Хасавюрт Мурадбек Сайбудинов. В продолжении затронутой темы также выступил председатель Совета ветеранов и правоохранительных органов в городе Хасавюрт Зайбудин Амаров, который обратился со словами напутствия и рекомендаций к представителям правоохранительных органов. Что я хочу пожелать вам? Вы являетесь на участках микроначальником на переднем крае. Участковый инспектор этого лица сегодняшний день нашел кандидат. Что для этого нужно? Разобращает наши компетентные профессиональные умения и разговаривает о внимательной обращении граждан, работе с письмами, с жаловой графикой. Вот прошло уже почти 40 лет, я даже помню, значит, приказ МВД СССР, министр внутренних дел, 235 лет о внимательной обращении граждан. Уже, друзья, здесь вы не будете опираться на общественность, не будете опираться на квартальной комитете, на общественной организации. В свою очередь, председатель общественной палаты и главный редактор газеты «Дружба» Магомедросул Шаех Магомедов отметил важность информирования населения о проводимых работах в городе. По вопросу своевременного информирования о ходе расследования резонансных преступлений на территории города выступил начальник следственного отдела Баймурзам Антаев. Юрис-консульт отдела МВД России по городу Хасаверт Майя Ахмедова в предоставленном слове отметила совместную плодотворную работу, проведенную в 2017 году и в первом полугодии текущего года. В рамках следствия, в рамках, пока проводятся вот эти мероприятия, мы не можем ничего сказать. То есть, взять, показать человека, опубликовать его данные или еще что-то, мы просто не имеем права. Потому что для нас первоочередная, это не то, чтобы раскрыть, как говорится, но докопаться до истины. Поэтому каждое мероприятие, которое мы проводим, опубликовать его, показывать на публику, не всегда можно. Конечно, мы всегда прозываем, проходим и обращаемся в пресс-службу, СМИ, газета, она постоянно нас поддерживает. Мы публикуем все нововведения. Вот у нас сейчас тоже есть нововведения, это изменения в законе, то, что патрульно-постовая служба имеет право составлять административные протоколы, то есть осматривать транспортные средства. В завершении круглого стола всеми участниками была принята резолюция, в которой работа в направлении взаимодействия с местными СМИ была признана удовлетворительной, но требующей усилий и совершенствования по ряду направлений. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».